За время общения инспектора по Витебской области Анатолия Линевича с жителями Полоцкого региона от последних чаще всего звучали вопросы, касающиеся ЖКХ. Люди сетовали на плохую вентиляцию и промерзание стен в квартирах, изношенность кровли и в целом плохое состояние отдельных жилых домов. Обращали внимание жители региона и на критичную ямочность во дворах. Местные власти об этой проблеме знают и с установлением теплой погоды приступят к ее решению. То, что впереди предстоит большая работа, это назначено ясно. Составлен перечень и графики выполнения этих дворовых территорий. На мой взгляд, решения есть, но, естественно, одновременно все сделать невозможно. Поэтому в некоторых объектах просто люди должны немножко набраться терпения, подождать и решение тоже будет. Свои проблемы длиной в полтора года озвучили и жители дома номер 171 по улице Молодежной в Новополоцке. С сентября 2019-го после замены счетчиков воды они стали платить за воду чуть ли не в два раза больше, чем жители таких же малосемейок, стоящих по соседству. Вопрос на ополчанке адресовали представителям ЖРЭО госполкома. Счетчик на время сняли. Плата стала начисляться по нормативу, установленному местными органами власти. Но и это, по мнению жителей, никак не отразилось на цифрах в жировках. Анатолий Лениевич поручил еще раз разобраться в вопросе, в том числе и новоплодским представителям сферы ЖКХ. Не единожды разбирались и другого мнения нет. Почему? Потому что идет теплощетчик, считает количество теплоэнергии, сколько затрачено на подогрев горячей воды и ее подачу в наши квартиры. И, соответственно, расход по нашим пощетчикам горячей воды. Единственное, что разница может быть небольшая в связи с тем, что граждане иногда забывают подать показания горячей воды, либо показывать неверные сведения. Также в ходе приема звучали вопросы, касающиеся жилищного и земельного законодательств. Поступила просьба об увековечении памяти Героя Советского Союза Андрея Писаренко. К слову, по многим обращениям жителей Полочины уже ведется работа. Какие-то удалось решить в ходе обсуждения. Остальные были взяты на контроль. Приема легких не бывает вообще, но в данном случае, хочу отметить, исполком, в принципе, подготовился. То есть мы видим видеоматериалы по многим опросам, где уже видно и по событиям, которые развивались ранее, какие были предоставлены ответы и как рассматривается вопрос в принципе. Люди хотят иногда просто подтверждение того, что это будет сделано. Хотя со стороны исполкома работа уже и начинается и проводится.